Три года назад марка Renault попыталась оседлать моду на средние кроссоверы, выпустив на российский рынок флагманский Kaleos. Эта модель по технике повторяет Nissan X-Trail, но французы сделали ставку на яркий дизайн. Дополнительным бонусом считалась корейская сборка, тогда как родственные Ниссаны делают в Петербурге. Однако эксперимент провалился, и сейчас Kaleos исключён из списков. Причина в сравнительно низком по меркам Renault спросе. Так, в прошлом году дилеры смогли пристроить лишь 700 машин, поэтому теперь гамма легковых автомобилей Renault состоит только из машин локальной сборки, построенных на бюджетной платформе B0. А вот китайские машины прибывают одна за одной. Так, дилеры марки Havail начали продажи пикапов Great Wall, которые для нас официально переименованы GWM, то есть Great Wall Motor Wingel 7. Впрочем, тонкости названий едва ли волнуют покупателей. Главное, чтобы машина была хорошей, а стоила недорого. И рамный пикап вроде бы отвечает этим требованиям. В единственную комплектацию включена пара подушек безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла плюс круиз-контроль и медиа-система. Цена 1 749 000 рублей. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель от дачи 143 силы, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Следующая рыночная новинка из совсем другой ценовой категории. Не будем держать интригу. За юбилейный Range Rover 50, то бишь 50, будут просить минимум 10 921 000 рублей. Это спецверсия, посвященная 50-летию модели. Все машины отличаются максимально богатым набором оборудования, а также фирменным декором. К последнему относятся оригинальные накладки на дверных порогах, памятная табличка на центральной консоли и специальная обивка сидений. При желании комплект можно дополнить ностальгической окраской кузова, например, голубой или песочный. Такого цвета были первые тогда еще трехдверные Range Rover, хотя на современном авто стародавние колеры смотрятся несколько необычно. А еще клиенту придется выбрать между дизельным и бензиновым мотором, а также между длинной и стандартной колесной базой. Но это, согласитесь, приятные муки выбора. Тем более, что общий тираж спецверсии составит лишь 1970 экземпляров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова